Это выставка World Food 2022. Рядом со мной Евгений Николаев, компания Magnit. Евгений, здравствуйте. Вы были спикером на одной из сессий. О чем шла речь? Что пытались донести аудитории? Я участвовал в сессии, посвященной электронной коммерции. Сам я отвечаю за электронную коммерцию в Magnit. Мы обсуждали то, куда идет рынок и куда он придет через пару, тройку, может быть, пяток лет. О пяти годах сложно загадывать, но паре лет в целом мы уже понимаем, куда мы идем. Но Magnit в целом не так рано вышел на этот рынок, как многие другие игроки. Это было сознательное решение. Мы посмотрели на то, какие бизнес-модели сформировались и пошли уже на рынок, не взрывая такое количество денег. И сейчас я с гордостью могу рассказать о том, что мы получили премию «Лидер роста» от Data Insight. Недавно мы посчитали, что наш собственный сервис, магнит-доставка, растет быстрее всех игроков на рынке. И мы делаем очень-очень большое дело, присутствуя в десятках регионов, работая, занимая львиную долю в наших уважаемых партнерах, агрегаторах еды, которые доставляют еду, продукты до наших клиентов. И обсуждали то, куда это пойдет дальше. И я рассказывал о том, что в целом Magnit, как компания, которая кормит половину страны, мы пришли, чтобы остаться, пришли, чтобы сделать большие вещи. Куда, куда? Вот вы сказали 2-3 года. Куда это пойдет тезисно? Сейчас идет очень сильная перестройка рынка. Мы видим, что все игроки, буквально все игроки идут в оптимизацию бизнес-моделей. И поэтому мы понимаем, что сейчас то, куда это придет, это как раз максимально стабильные, эффективные бизнес-модели, которые позволяют удовлетворять потребности покупателя. То есть, да, рынок по-прежнему растет за счет экспресс-доставки. Мы понимаем, что она будет продолжать расти. И там очень большой вопрос в том, как мы будем сводить экономику. Например, мы в Magnite, мы делаем специальное предложение для Москвы, делая dark stores, особенным ассортиментом, повышая тем самым вовлеченность покупателей, их возвращаемость. Мы видим там прекрасный retention. Мы понимаем, что это помогает сводить экономику великолепно. Мы абсолютно точно пойдем в доставку продуктов в PROC. Мы думаем о новых форматах дискаунтеров. И в целом я понимаю, что Россия, она, ну, в общем, один из мировых лидеров в e-grocery. Это очень круто признавать, это очень приятно. И я понимаю, что в ближайший год-два нам нужно будет искать новые форматы, которые еще даже в мире не испытаны, которые позволят нам делать что-то новое на рынке, удовлетворять потребности покупателей, которые немножко дальше идут, чем то, что, ну, рынок позволял себе последние годы. Я думаю, что будет из-за изменения структуры потребления расти новый спрос в дискаунтерах. Я думаю, что доставка в PROC будет сильно расти, продолжать расти. Что-то поменяется в экспресс-доставке. В экспресс-доставке поменяется, скорее всего, там, объем этой доставки, время. Возможно, появятся какие-то внутренние разделения экспресс-доставки между 15, 30, 45 часом. Крайне любопытно, куда это придет. Мы будем развивать все, потому что, как компания, которая формит пол России, мы не можем сказать, что этим занимаемся, а этим нет. Сейчас о каких цифрах вы можете говорить? В плане, например, объема в доставке или в том, сколько, например, у нас онлайна и оффлайна? У Магнита я имею в виду. Это раз. И два. Прогнозы ваши на будущее на сколько? Есть ли пределы этому росту? Вы знаете, сейчас, несмотря на замедление темпов роста рынка, который фиксирует аналитики, например, тот же Data Insight, мы понимаем, что в течение нескольких лет E-ком займет прям заметную долю в гроссере-сегменте. Это будет 10-15% абсолютно точно. Сейчас E-ком, насколько я помню, отвечает где-то за 3% рынка. То есть рост нас ждет большущий. Очевидно, что рост будет идти за счет буквально всех форматов. Очевидно, что бизнес-модели, которые построены на очень уверенно себя чувствующих больших крупных ритейлерах, они будут максимально стабильными и поэтому максимально быстро расти. Поэтому мы верим в довольно большую свою долю. Абсолютно точно сделаем большие вещи. О каких-то цифрах говорите? Шопотом, может быть, уже себе сами так? Себе говорим, вам нет. Хорошо, спасибо. Спасибо большое за вашу работу здесь и успехов на выставке. Благодарю вас.